Продолжение следует... Президенту докладывают, что Шатунова знает каждый россиянин. Его творчеством увлекались многие. С уходом этого артиста многие будто бы расстались с детством. Шатунов, по словам его фанатов, не был популярен. Он был любим народом. Почему он остался без наград, для многих загадка. Шатунов скончался 23 июня. В роковую ночь он пил пиво и ел раков. Утром он собирался на рыбалку. Артист как раз за несколько дней до этого выиграл суд у своего экс-продюсера Андрея Разина и получил право исполнять песни «Ласкового мая». Было доказано, что Разин подделал подпись автора хитов и пытался доказать, что права на творчество были ему переданы еще в 1992 году. Юрия Шатунова похоронили. Он был кремирован и погребен на Троекуровском кладбище. Звания у артиста не было, поэтому место пришлось выкупать за 3 миллиона рублей. Финансовую помощь семье Шатунова оказал Игорь Крутой. Концертный директор Шатунова отмечает, что Крутой был единственной знаменитостью, который хоть как-то помог вдове и детям фронтмена «Ласкового мая». Отметим, что незадолго до внезапной смерти от инфаркта Шатунов работал в студии над песнями для нового альбома. Сегодня свет увидела последнее, которую артист успел полностью завершить. Композиция, которая называется «Каждому свое», наверняка вызовет мурашки у поклонников легендарного певца. Юрий закончил трек буквально за несколько недель до «Злополучного дня», унесшего его жизнь. Песня должна была войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас ее решили выпустить отдельно как сингл. Он записал ее совсем недавно, рассказал журналистам, директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. «Впервые мы слушали ее на поминках, когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры. Некоторое время семья певца пробудет в столице, после чего вернется в Мюнхен, в Германии над небольшим озером, где любил рыбачить шатунов, развеют вторую часть его праха. Таким было желание самого артиста. Сейчас Светлана занимается оформлением документов на вступление в наследство, пояснил Аркадий. «Вступают в него через полгода, но нужно предварительно все подготовить и подать. Никакого раздела имущества не будет, все, что было у Юры, перейдет его жене и детям, в том числе и суды за его песни. Теперь они будут судиться с Райзиным». Именно долгие разбирательства с бывшим продюсером, по мнению близких, сильно подорвали здоровье Юры. Несколько лет музыкант бился за право исполнять главные хиты коллектива «Ласковый май» на концертах, и буквально за два дня до кончины апелляционный суд вынес решение в пользу Шатунова. Продолжение следует...